Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Бог простит, в Барнауле все-таки состоялся неофициальный крестный ход вопреки запретам из-за коронавируса. Новые планы озвучены. В Барнауле избрали руководителя городского отделения «Единой России». Дорогая операция «Барнаульский хирург» лишился 8 миллионов рублей из-за мошенников. Шанс посадить педофила по жизни назначительно вырос. В Госдуме утвердили закон, который обсуждали несколько лет. О такой мере наказания в обществе говорили давно. Конечно, был и еще другой вариант наказания – смертная казнь, но в этом вопросе законотворцы не спешат. Достаточно ли мера пожизненная, мы рассуждали вместе с барнаульскими экспертами. Очень скоро почти любого осуждаемого в педофилии смогут посадить пожизненно. В Госдуме приняли закон, о котором говорили несколько лет. Ускорила процесс, конечно, Костромская трагедия, где маленькую девочку похитили на улице днем. Причем один из преступников уже сидел за педофилию. По официальной статистике, с 2014 по 2019 годы число сексуализированных преступлений в отношении детей в России выросло почти в половину. Правда, пожизненное наказание для таких преступников одобряют не все. Ребенок будет вырастить, будет работать, будет отчислять какие-то средства, доход государства, на что будут кормить его насильникам. Андрей Мамаев уже несколько лет днями и ночами ищет в крае потерявшихся детей. Говорит, сколько несовершеннолетних теряются из-за педофилов, сообщить невозможно. Последний громкий случай – похищение мужчины с соседской девочки в Бийском районе. Там и на другательствах речи не шло, ведь отпустил он ее через два дня из-за шумихи. Но планировал держать три года. Слава Богу, слава Богу, живая. Счастливые все были, когда нашли. Там были девочки не тронутые. В Алтайском крае, кстати, единицы тех, кто отбыл пожизненно. За последние лет 15 данное наказание государственные обвинители просили примерно по пяти делам. Все это были дела об убийствах. Это интервью мы записывали до того, как Госдума сразу в нескольких чтениях приняла закон о пожизненной мере заключения для педофилов. Система наказания, она как раз и направлена на то, чтобы в зависимости от личности, в зависимости от человека, в зависимости от преступления, которое он совершил, ему назначалось наказание адекватной тяжести этого преступления и его личности. Иван Сироткин не раз повторил, что это крайняя мера. Ее назначают, когда ясно, человек уже не исправится. Кстати, по статистике всероссийского движения «Сдай педофила» процент повторного совершения сексуализированных преступлений – 97. По новому закону пожизненное заключение вынесут за рецидив, за впервые совершенное, но в отношении двух и более детей, а еще если преступление идет вместе с другим тяжким, например, насилием. Однако некоторые уверены, что все это борьба со следствием, а не причиной. Я за химическую кастрацию, я за жесткий контроль подобных людей. Откройте приложение «Яндекс.Такси». Вы, блин, видите, как к вам подъезжает машина в реальном времени. Разве нельзя на педофила, на человека, у которого есть такие отклонения, нацепить браслет, неснимаемый с GPS-датчиком, который будет показывать его место передвижения, место перемещения в реальном времени. И появился он рядом с детским садиком, все, красная лампочка загорелась. Но, к сожалению, каких-то тестов для выявления предрасположенности к педофилии до сих пор не существует. Поэтому вместе с законом общественники обсуждают еще один вопрос – бдительность населения. А депутаты намерены обсудить новые тягчающие обстоятельства. Например, если насильник проживает с ребенком или воспитывает его, работает в сфере образования. А еще рассматривают отмену срока давности этих преступлений. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 8 миллионов рублей удалось получить мошенникам только от одного жителя Барнаула. Он даже стал героем популярной программы на федеральном канале. По данному факту заведено уголовное дело. Однако это далеко не единичный случай. В прошлом году в Алтайском крае зарегистрировано более 7,5 тысяч фактов дистанционного мошенничества. Какие схемы используют преступники и можно ли избежать их уловки – в сюжете Софии Яценко смотрим. Со мной такого не произойдет. Игорь Владимирович не мог и подумать, что когда-то станет жертвой мошенников. Однако минувшей осенью мужчине поступил телефонный звонок, который навсегда изменил его мнение, как следствие и жизнь. Девушка представилась сотрудником банка и сразу же начала обрабатывать наивного клиента. Ваш лицевой счет, там покушаются мошенники, видимо, хотят открыть, поступил запрос на кредиты, вот, с вашего лицевого счета. Вы подавали заявку, я не подавал. Естественно, у меня там закономерное возмущение. Потом так что-то я все-таки решил. Говорю, а вы сами-то не мошенники? Ну, что вы, какие же мы мошенники? Вам сейчас перезвонят из службы безопасности. Сомнение мужчины развел мужской голос из так называемой службы безопасности. Кроме того, Игорь Владимирович лично проверил номер в интернете. Он действительно соответствовал номеру краевой службы безопасности. После мошенники начали настаивать, чтобы мужчина срочно брал кредит и переводил на безопасный лицевой счет. А беспокойный барнаулиц тут же взял в банке 4 миллиона рублей. Подъезжаем в банку, все, там она отключается, этот якобы ФСБшник звонит. Все, мы вас контролируем, скажите, как одеты, мы будем следить по камерам. Я потом уже анализирую, ну, артисты вообще. Вот следите там, как из сотрудников, никто себя подозрительно не вел, там никто вам вопросов не задавал. В кабинет зашел, никто ни о чем меня не спросил. Мошенники звонили в течение нескольких дней, постоянно придумывали новые уловки. В итоге в общей сложности мужчина отдал преступникам более 8 миллионов рублей. Такая схема у дистанционных мошенников не единственная. С каждым разом преступники умудряются создавать новые способы кражи средств. В тренде махинаций через госуслуги. Приходит СМС в части подтверждения каких-либо действий на сайте госуслуг. Если человек подтверждает эту СМС, направляет, мошенник получает доступ к его личным данным на портале госуслуг. И из этого следуют дальнейшие действия в плане того, чтобы их использовать для взятия, допустим, кредита, выполнения каких-то финансовых мероприятий, либо просто продажи заинтересованным лицам данных, персональных данных. Чтобы обезопасить себя от подобных схем, специалисты настоятельно советуют обращать внимание на тонкости, которые присущи только мошенникам. Если вам звонит представитель банка, либо какой-то организации, без разницы кто, и предлагает совершить какие-то действия здесь и сейчас срочно, дабы вот прям в данную секунду, это первая весточка того, что это звонят именно мошенники. А если они пытаются узнать данные о вашей карте, то это 100% мошенники. О том, что, допустим, ваш счет подвергся атаке, это однозначно банк такую информацию не будет направлять. Может позвонить вам оператор, сказать, что вот, допустим, вы совершаете такую-то операцию, правда, неправда, вы подтверждаете? Подтверждаю. С ростом новых схем дистанционного мошенничества растет и количество пострадавших. Только за прошлый год заявлениями обратилось 7,5 тысяч жителей региона. Рост составил 7%, а это более 500 случаев. С начала этого года заведено уже более 100 уголовных дел. Если вам поступил звонок с неизвестного вам номера, неизвестный гражданин представляется кем-либо и предлагает вам так или иначе куда-то перевести свои деньги, безусловно, нужно сразу обрывать разговор и не реагировать, не совершать никаких действий. Нужно помнить о том, что нельзя переводить свои деньги на какие-либо счета под диктовку неизвестных вам граждан. Сотрудники правоохранительных органов признаются, раскрытие таких преступлений – дело нелегкое. Большинство мошенников находятся за пределами России. А потому советуют жителям края не спешить действовать по инструкции неизвестных, а проверять поступившую информацию лично. София Ценк, Алексей Фризин, День с толком. И еще о финансах. Налоговая служба Алтайского края увеличила поступление в региональный бюджет. В этом году налоговикам удалось собрать свыше 180 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Такие цифры сегодня во время рабочей встречи с губернатором края привел руководитель управления Алтайской федеральной налоговой службы Юрий Куреленко. Почти 60 миллиардов в небюджетные фонды, 121 миллиард налоговые платежи. Из них только 40 миллиардов идут в федеральный бюджет. Все остальные средства остаются в Алтайском крае. Все бюджеты дали рост. Общий рост по бюджету территории, то есть это край вместе с местными, 118%. Это вот к прошлому году. У нас основные драйверы прироста это налог-то прибыль, это НДФЛ, но в принципе те же самые, которые были в прошлом году. И вообще стоит подчеркнуть, что все налоги дали рост, за исключением, конечно, и НВД, который был в прошлом году отменен. Примечательно, что налог на прибыль вырос почти на 6 миллиардов рублей в сравнении с прошлым годом. Среди основных плательщиков промышленные и банковские сектора, пояснил руководитель налоговой службы и добавил, что за минувший год в крае зарегистрировалось 34 тысячи самозанятых, которые заплатили более 75 миллионов рублей. Вячеслав Франк избран руководителем городского отделения «Единой России». Выборы прошли в рамках очередной отчетно-выборной конференции. Какие задачи перед барнаульскими единороссами ставит новый руководитель, расскажем далее. Признать выборы состоявшимися и считать избранным секретарем барнаульского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Франка Вячеслава Генриховича. Теперь уже официально. С декабря 2021 года Франк исполнял обязанности руководителя партийного отделения. Накануне на конференции его кандидатуру коллеги по партии поддержали практически единогласно. 181 голос из 197. Новый глава отделения озвучил дальнейший рабочий курс. Начать надо будет работу все-таки посмотреть на исполком, посмотреть, как он структурирован, посмотреть, как дальше структурирована партия, посмотреть на членов партии. Большая такая работа в части именно структурирования и организации взаимодействия и взаимоотношений, применив и некие другие инструменты. Ну, вы все знаете, это и ТОС, и общественная палата, безусловно, существующий депутатский корпус. Также есть планы создать общественные приемные в районах города и обязать первичные отделения ежегодно отчитываться о выполненных задачах. Планами поделился и руководитель краевого отделения единороссов Александр Романенко. Он отметил, что прежде всего «Единая Россия» будет уделять внимание участию в муниципальных выборах 2022 года. Самая масштабная муниципальная компания, крупнейшая в стране. Более 6 тысяч мандатов надо будет нам заместить самых разных, от сельских поселений, городских поселений до муниципальных районов, городских округов. Ну и наши города, Бейс, Крупцов, конечно же Барнаул, также будут проводить выборы представительные органы. Новый состав городской думы, по словам Романенко, должен избавиться от политических склок и сконцентрироваться на работе над созданием комфорта для жизни барнаульцев. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Сегодня великий православный праздник – Крещение Господне. Накануне сообщалось, что крестного хода из-за ограничительных мероприятий не планируется, но в итоге он случился. Подробности в материале Дмитрия Дроздова, который уже восьмой год в этот день тоже погружается в прорубь. Традиционный крестный ход от Знаменского монастыря был отменен. Однако, когда церковнослужители последовали к речному вокзалу освещать воду, народ устремился за ними. Так и случился неофициальный крестный ход. Из-за ограничений купель нынче делать не стали. Построили лишь крещенский городок. А вот чин освещения воды провели, несмотря на все эпид-ограничения. Стоит отметить, что желающих набрать освещенную воду из Ярдани в Аби было нынче не так уж и много. Все устремились на Пионерское узеро, где было официально разрешено погружение в прорубь. Кстати, всего в этом году в Крае организовано около 40 купелей. Привычка, не знаю, уже лет 8 ходим, купаемся, поднимаем себе заряд, бодрости как бы. Все хорошо, веселее становится. Будем надеяться. На пользу все равно нам это пойдет. С 2007 года купаюсь. Всем советую, бодрит заряд на весь год. Красота всех праздников, с крещением, с цветом. Нам это нормально, ходим в горы снежные, поэтому ледяная вода привычная. Кстати, многие жители Барнаула поделились с нами, что к купанию в ледяной воде, как и советуют врачи, готовятся задолго до крещения. А еще, что важно, подготовиться не только физически. Все же самое главное, все у нас в голове. Просто освободите свои мысли, освободите свой разум и просто идите купаться с Богом. В переводе с греческого крещения переводится как погружение в воду. Еще по примеру Иисуса Христа, который погружался и повторял слова во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ну и после таких мероприятий не забываем первые правила безопасности, вытираемся на сухо и идем греться. Дмитрий Троздов, Александр Антропов. День с толком. Бойцы студенческих отрядов помогут очистить Барнаул от снега и наледи. Работы предстоят в Октябрьском, Центральном, Ленинском и Индустриальном районах. Накануне в России стартовала акция «Снежный десант». По традиции студентам предстоит заниматься не только уборкой улиц. В Центре общественного здоровья им рассказали о необходимости борьбы с вредными привычками на Алтае. Совсем скоро им предстоят поездки в отдаленные районы. Там планируется проводить лекции о вреде наркотиков среди сельских школьников. Помощь уже иного характера студенты будут оказывать и пожилым людям. Абсолютно разные ситуации в каждом районе и в каждом селе. Убирают социальные объекты, памятники. Ну, все, что, опять же, попросит район, да, там, село по запросу. Вместе мы стараемся это делать вместе с ребятами, со школьниками. В село студенты поедут в конце января. Там проведут пять дней. Добавим, что всего готовится 20 отрядов. И мы пошли на адрес, на шефскую помощь. И мы подходим к дому, а домик, знаете, он такой весь здесь нежный и как в сказке. Вот прям такие же карнизы резные, как в сказке. И бабушка у нас выходит встречать. Такая маленькая, сухонькая, и такой домик, как в сказке. И вот кажется, как будто, правда, с русских народных сказок бабушка к нам вышла. Вы ей как-то помогли? Или что вы сделали? Да, мы расчистили ей сугробы от снега, дорожку до дровника и принесли ей дрова. Продолжим. 82 килограмма крышек собрали барнаульцы всего лишь в одном парке. И всего за полгода. Жители Крэевой столицы могли заметить новые контейнеры в городе, в которые можно скидывать не пластиковые бутылки, а именно крышки. В следующем сюжете расскажем, куда потом идет этот пластик и при чем здесь приют для животных. Экологическое сердце. Именно так в парке «Лесная сказка» называют емкости для сбора пластиковых крышек. Установили его полгода назад. И еще на выходных оно выглядело так. Полный бак пластика, который станет добротным сырьем. Тысячи крышек, которые получат вторую жизнь. Например, вот такие метлы. Всего в парке собрали 82 килограмма крышек. Нам поступило очень много заявок от людей, которые просят, дайте, пожалуйста, нам эти крышечки, мы сделаем картины. То есть есть мастера, которые с крышечек делают действительно реально очень красивые картины, делают портреты людей. А ведь пластик, это так же, как и стекло, это нужно не десятилетие, а это нужно иногда столетие. Допустим, та же бутылка, простая стеклянная бутылка, будет разлагаться в земле более ста лет. А это уже парк Изумрудный. Здесь контейнер для сбора крышек появился в конце прошлого года. И, как мы видим, он тоже не пустует. Конечно, это не решит все проблемы, но мы рассматриваем это как больше педагогическую, воспитательную идею, потому что в таком проекте очень любят дети участвовать, они отдельно собирают эти крышки, приносят, забрасывают. Ну, а тем более, что средства, которые будут выручены от переработки этих крышечек, они пойдут на содержание приюта для животных. Поэтому благое дело вдвойне. Жителей просят скидывать в контейнер только чистый пластик. На переработку подойдут крышки от молока, сока, кваса, растительного масла, кетчупа и майонеза. Подойдут ручки от пятилитровых бутылок. Ну, а то, что за полгода барнаульцы собрали столько крышечек, все-таки дает надежду, что мы окончательно не захлебнемся в пластике, пока такая угроза есть. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok.